Всем привет! С вами Светлана. А это значит, что сегодня у нас гора пустых баночек Фаберлик, и впереди нас ждут только самые честные и правдивые отзывы. Давайте начнем с серии Дом Фаберлик. Первый продукт, который у меня закончился, это средство для чистки духовок и плит, артикул 111.19. Обожаю это средство, и постоянно оно должно быть у меня на кухне. Не представляю свою кухню даже без него, потому что именно оно самое сильное, Фаберлик. Именно оно лучше всего справляется с любыми загрязнениями, и можно очистить сковородки, плиты, духовку, микроволновку, кастрюли и так далее. Сейчас тестирую крем, относительную новинку, да, желтенький такой большой. Он послабее, причем слабее гораздо. Ну уж, коль взяла, буду им пользоваться, а потом снова обязательно повторю вот эту покупку. Рекомендую, девчонки. Запах, конечно, присутствует небольшой химозный. Я так понимаю, что это щелочные средства, поэтому они более-менее безопасны, да, не кислотные, а щелочные. Поэтому у них нет ярко выраженной одушки, но все-таки, девчонки, многие рекомендуют чистить этим средством именно в перчатках. Хотя я, скажу вам честно, я делаю это без перчаток, и не могу сказать, что прям вот после использования у меня руки высохли. Поэтому рекомендую к покупке. Кто еще не пробовал, обязательно попробуйте. Следующий продукт из серии Дом Фаберлик, это жидкое мыло для кухни. У меня оно было с ароматом кофе, артикул его 112-11. Мне нравится именно этот аромат больше всего. Хотя здесь кофе-то так не сильно, знаете, он такой сладенький, прям какой-то с цветочками, но я прям вот больше всего все равно люблю этот аромат. Мыло со всеми своими функциями справляется прекрасно. То есть, если вы резали на доске рыбу, потом можно помыть вот этим мылом, запаха никакого не останется. Ну, как бы, что уж говорить и про руки. На руках тоже никакого запаха, там после рыбы, чеснока, мяса, лука и так далее не остается. Поэтому всегда тоже стоит на кухне, постоянно в использовании. И буду брать еще краска. Краска Фаберлик Эксперт Колор 9.1. Ей красилась достаточно давно. Стоит, чтобы показать вам, да. 9.1 это такой интересный цвет, и я поняла, что больше брать его, девчонки, не буду. Если буду осветляться, да, то буду брать 8.1. 9.1 это самый светлый пепельный блондин, который есть, да. Артикул этой краски, так, девчонки, 180-48. Я брала ее в комплекте с вот этими вот, с вот этой ампулой. Они у нас, кстати, есть, по-моему, в Фаберлик Клубе. Именно там я ее и брала. Артикул этой ампулки 83-43, она у нас с амлой. Я вам просто хотела показать, как это все выглядит, да. Смотрите, вот здесь коробочка, и там одна ампула. Вот она у меня валяется, 2-х миллилитровая ампула. И здесь как бы такой вот защитный концентрат внутри находится, да, который можно добавлять в краску, можно добавлять в свои шампуни, если у вас пересушены волосы. Мне понравилось, девчонки, мне понравилось краситься, но сразу могу сказать одно. Но если, тем более, вы идете на осветление, да, вот этот концентрат, он даст немножко другой результат. То есть краска так сильно уже не возьмется, потому что он будет оберегать волосы, структуру волоса, да, и получится результат немножко не такой, как хотелось бы, может быть, да. Я покрасилась этой краской 9.1 вместе с вот этой ампулкой. Мне не понравилось. У меня была какая-то желтизна, почему я как бы потом оттонировалась темным цветом, да. Сейчас его потихоньку смываю, концы у меня практически уже светлые, при искусственном освещении не видно. И, наверное, все-таки цвет волос свой я оставлю в каком-то состоянии амбре. Буду корни закрашивать темным, скорее всего, 7.1, и слегка осветлю кончики. Вот мне как-то так нравится больше всего. Но пока ничего не буду делать с вами волосами, не красить их ни в какой цвет, пока я его немножечко смываю. Ампулы рекомендую, если уходите в темный цвет, или добавляйте в маски шампуни, да, если уходите в светлый цвет, потому что результат может вас слегка разочаровать, скажем так. Не возьмет так сильно светлая краска именно с вот этими ампулами. Имейте в виду шампунь и бальзам ботаника. Так, шампунь у меня был баланс и свежесть для склонных к жирности волос. Артикул его 87-38. Вот так он выглядит. Девчонки, многие мне, немногие, некоторые писали, мне не подошли шампунь и ботаника, они утяжеляли. Спрашиваю, какой у тебя был, у меня был там такой-то, такой-то, но не этот. Подбираем правильно, девчонки, шампунь. Если у вас быстро пачкаются волосы, особенно корни, значит, у вас жирный тип волос, кожи головы, независимо от того, что вся ваша длина сухостой. Если корни быстро пачкаются, берем шампунь для жирных волос. Фаберлик и ботаника именно вот этот, вот корень солодки и чистотел. А бальзам берем уже для сухих волос, если они у нас по длине сухие. У меня в данном случае питание и блеск, ромашка и кедровое масло. Артикулы 87-48. И вот эта парочка на моих волосах работала просто идеально, девчонки. То есть у меня не пачкались быстро волосы, в то же время они были напитаны. Бальзам на корни не наносим, отступаем несколько сантиметров, протягиваем пальцами вниз, смываем. Замечательно. Поэтому буду повторять покупку однозначно. У меня сейчас стоит, еще не начала, но скоро будут в использовании другая линейка, немножко питательная. Посмотрим. Сейчас у меня волосы в хорошем состоянии, может быть, и мне будут утяжелять. И я, конечно, тогда опять закажу именно вот этот продукт. А так, да, очень нравится. Похож на линейку BioArctic. Бюджетная цена, вообще просто копеечная, но эффект, вы знаете, могу сравнить с Head & Shoulders, с Pantene Pro-V, с Fructis. Вот, то есть, вообще, за 60 рублей можно по распродажам взять, да, вместе со своей скидкой. Это не цена вообще для хорошего шампуня, поэтому круто. Буду однозначно еще раз повторять. Закончился водный спрей-освежитель с ананасиком вот такой. Артикул его 118.11. Ананас пока больше не хочу, потому что он такой слегка сладковатый, химозный. На весну сейчас хочется чего-нибудь такого зелененького, свеженького. Здесь прям, ну, притерный ананас, девчонки, притерный ананас. Он очень хорошо зашел мне зимой, но он крайне недолго держится в воздухе. По сравнению, допустим, с имбирным пряником, со свежителем антитабак, этот вообще улетучивается практически мгновенно. Хочется, чтобы все-таки немножко в воздухе полетал аромат. А так, да, они безопасные, они крайне удобные. От детей есть такая заглушечка, да, у нас здесь вот. Оп, оп, открывается, закрывается, и вы уже не нажмете. 250 мл по цене 99 рублей, обычно они у нас на распродаже. Отличная цена за хороший безопасный водный освежитель. Из детской линейки Техно Китс закончилось вот такое жидкое мыло 3+. Я, девчонки, переливаю его в такие же флакончики Техно Китс, которым есть дозатор, да, и использую это жидкое мыло и как пену для ванны, и как гель для душа, и как жидкое мыло, собственно говоря. Артикул этого средства 2356, здесь 200 мл, и оно было с ароматом зеленого яблочка. Хотя само имело красный цвет, но аромат зеленого яблочка такой свежий, зелененький, прям классный вообще. Мне нравятся средства именно из линейки Техно Китс. Постоянно беру, постоянно заказываю, у нас нет на них аллергии, а вот на кошку малина была прям сыпь, поэтому вот с этой линейкой мы очень подружились и постоянно берем. По распродажам, по-моему, по срокам годности брала два бальзама BioArctic, эту серию, я так поняла, уже окончательно, наверное, вывели из каталогов и из сайта вообще. Это у меня кондиционер роскошный объем для тонких, лишенных объема волос с экстрактом полярного мака. Артикул 8618, изумительная линейка, схожа с ботаникой, только мне прям нравится даже еще больше, а так они очень похожи. Бальзам, кондиционер обалденный, действительно кондиционирует волосы, то есть не просто бальзам, который приглаживает ваши волосики, запаивает кончики, делает их блестящими и так далее, он их еще и действительно кондиционирует, то есть они выглядят объемными, но не пушатся. Очень ценные продукты, жалко, что компания выводит вот эту серию, потому что я ее прям обожала любовную любовью. Если увидите где-то на просторах сайта Фаберлик, берите не раздумывая. Из линейки Эксперт Фарма покажу сейчас три продукта. Это у нас космецевтика, то есть лечебная косметика, которая обладает не только косметическими свойствами, но и лечебными. Целых два бальзама для стоп, гладкие пяточки у меня закончились, потому что пользуюсь им интенсивно. И к кремам для рук сейчас именно он дает мне нужное питание, защиту от влаги. Не то, что после обычного крема пошел, помыл посуду, пошел, помыл руки, они опять сухие. Нет, здесь мне хватает два раза в день помазать вот этим вот кремом руки, и они у меня защищены. Очень им довольна, поэтому брала и буду брать. Артикул этого средства 1661, здесь 50 миллилитров. По распродаже бывает где-то рублей, мне кажется, 90-99. Я всегда, когда эта цена, беру себе в запас. Для ног изумительно, для рук изумительно. Очень советую приглядеться, у кого ступни, руки, локти сохнут, прям спасение для кожи. Второй продукт из линейки Эксперт Фарма – это спрей-активатор густоты волос. Стимулирует рост волос, увеличивает густоту. Вот так выглядит этот флакончик. Артикул средства 1692, здесь 100 миллилитров, но мне достаточно на долгое время его хватило. Я где-то через день, через два распыляла. Здесь хорошо, что есть дозатор, девчонки, да, он распыляет. Распыляла на кожу головы и потом проходилась массажной щеточкой, да, по коже головы. Массировала, улучшала кровообращение, чтобы средство как бы лучше впитывалось. Что могу сказать? Я вкупе с этим средством использовала еще и когда-то масло от Ботаники, потом из этой же линейки маску разогревающую. И что могу сказать? У меня сейчас волосы вообще практически не выпадают за помывку 1-2 волоса. Я не знаю, как бы заслуга это этого средства или всей линейки, да, в целом, потому что два средства использую. Вот. Ну, мне нравится. По крайней мере, я верю в работу этого средства. Мне нравится им пользоваться. Если будет еще по распродаже, обязательно себе возьму в запас. И еще один продукт. Это спрей лосьон от перхоти для кожи головы. Устраняет перхоти причины ее возникновения. Артикул этого средства 1682. Здесь тоже удобный распылитель. Я брала для мужа. У него перхоть периодически появляется. И что могу сказать? После 1-2 применений уже шелушение на коже головы проходит. Становится меньше гораздо... Ну, я не знаю, это не перхоть, скорее всего, девчонки. Это нарушение, наверное, какого-то обмена веществ, да, и кожа головы поэтому сохнет. А может быть, перхоть, не знаю. Но ему помогает. Ему помогает. Довольно долго стоит в использовании. Уже, наверное, полгода точно. Потому что 1-2 применения. И, в принципе, ситуация нормализуется. И стоит себе дальше до следующих инцидентов, скажем так. Поэтому, у кого есть такая проблема, да, я рекомендую очень попробовать вот этот вот лосьончик. Малышка из линейки Фаберлик Мэн. Уже такая потасканная. Это шампунь-гейт для душа. 2 в 1 тонизирующий артикул. Артикул 0574. Мы брали ее полгода назад, летом, для поездки на юг, чтобы не тащить с собой много баллонов. И только вот недавно закончилась вот эта малышка. Наверное, я так подозреваю, у мужа не тянулась к этому средству рука, да. Я его самостоятельно добила, как гель для душа, и решила вам показать. Имейте в виду, девчонки, когда в каталоге видите вот этот флакончик, смотрите на объем. Здесь 100 мл. На странице каталога он показан, да, полностью. И, увидев, какая шикарная цена, многие девчонки берут, а потом пишут, что это вот такая вот малышка. Так что обращайте внимание на объемы. Аромат у этого средства мне нравится. Он такой мужественный, вы знаете, брутальный. Мне прям нравится вот у этой линейки аромат. Он классический такой мужской, очень неплохой. Часто бывают средства по распродаже, но смотрите на объемы. Из линейки Фаберлик Аксиологи у меня закончился спрей легендарный кислород. Вот так он выглядит. Многие девчонки, кто в Фаберлик давно его знают. Артикул 0256. Здесь тоже 100 мл. Очень удобно тоже, что он не как тоник, да, а именно с распылителем. О, это классно. Он не имеет практически никакого запаха. Легкая отдушка, свойственная многим продуктам из этой линейки. Я использовала его летом, с того лета он у меня стоит, по-моему, да, как спрей просто на лицо, когда жарко, да, охлаждающий такой. И сейчас зимой уже добивала его, как спрей на глиняные маски, да, на глиняные, на альгинатные. Когда масочку делаешь, она начинает подсыхать, вот в тех местах, где она подсыхает, по периметру, особенно альгинатная маска, да, она не должна сохнуть. Я сбрызгивала в процессе вот этим вот средством. Очень удобно. Говорят, хорошо его и под маску я тоже так делала, но не могу сказать, что там какие-то чудеса на лице на моем он делал. Просто удобный флакон, удобный тоник. И последний продукт, девчонки, который покажу, это у нас линейка Гардерика ночное обертывание для шеи и декольте. Артикул этого крема 0738. Давно хотела потестить эту линейку и вот, наконец-то, была хорошая цена, потому что она у нас не очень бюджетная, да, брала по скидкам и использовала этот ночной концентрированный клеточный крем не только на зону шеи и декольте, но и на лицо. И знаете, хочу сказать, понравилось. Жирную комбинированную кожу утяжелять не будет, питания сильного здесь нет, но есть хорошее увлажнение, да, и кожа с утра выглядит, в принципе, достойно, достойно отдохнувшей. Но вот честно сказать, девчонки, да, когда у меня спрашивают советы, какой взять крем и так далее, мне линейка Weekend нравится больше, вот допустим, да, хотя вот эта линейка у нас, по-моему, заявлена, я забыла, девчонки, 35 плюс или 45 уже даже плюс Гардерика у нас, наверное, 40 плюс, я так подозреваю. Мне кажется, что для кожи 40 плюс именно вот в этом средстве, да, другие я не пробовала, будет маловато питание, потому что в таком возрасте кожа, как правило, уже больше сухого типа, ее нужно питать, чтобы поддерживать в хорошем состоянии, да, чтобы не образовывались новые морщины, вот это средство довольно легкое, честно говоря. Мне зашло для моей кожи, для моего возраста, но проблем каких-либо, я сомневаюсь, что решит, да, маловато здесь питание и чего-то еще, наверное, тоже маловато. Поэтому так вот, как легкий поддерживающий крем, посоветовать могу и даже на дневную основу. Но если хотите решать какие-то проблемы, нужна какая-то артиллерия потяжелее. Ну вот и все, мои хорошие, надеюсь, что была вам полезна, если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, впереди нас ждет много интересного, в инфобоксе, как всегда, много полезных ссылочек, проходите туда, смотрите. А я с вами прощаюсь до следующих видео, всех люблю, целую, всем пока-пока.